Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Санкт-Петербурга Игорь Бергер. Игорь, приветствуем вас! Добрый день, дорогие друзья и уважаемые коллеги! У нас сегодня третий выпуск передачи «Торгуем Америку». Включим демонстрацию экрана и перейдем к презентации. Да, давайте, отличный план. Коллеги, ваши вопросы в чате можно уже писать. Демонстрация видна, Игорь Николаевич? Да, видна, хорошо. Так. Игорь, вы что-то говорите, вас не слышно. Давайте отключу тогда. Ага. Хорошо, хорошо. Слышно? Да, слышно. Отлично, продолжим. В прошлый раз мы остановились на войне. Это было 7 января. Значит, прежде чем я продолжу, давайте вернемся к вводным условиям нашей торговли. Напоминаю, базовыми условиями нашей торговли является то, что мы торгуем без классических стоп-лоссов. Торговля осуществляется с переносом позиций через ночь, то есть не внутридневная торговля. И мы не находимся весь день перед монитором и заклядываем монитор только утром и вечером, а порой и только вечером. Соответственно, из расчета этих вводных и пляшут условия нашего риск-менеджмента, выраженного через money management, для этого мы выбрали инструмент, стоимость слота которого сопоставима с размером нашего депозита. И торгуем, исходя из этого, только в лонг. Инструментом, сопоставимым с размером нашего небольшого депозита, который мы открыли для этих целей, оказался контракт на мини-кукурузу. В данном случае мы торгуем мартовским контрактом на мини-кукурузу, тикер XCH19. Как уже сказал, остановились мы на понедельнике 7 января. Открылись мы с четырьмя контрактами в лонг. Смотрим на рынок. Рынок находится в небольшом баковике. Продолжаем наблюдать за рынком. И мы принимаем решение выставить ордер на покупку нашего следующего контракта. Выставляем ордер по цене 372.750. Напоминаю, котировки идут в центах, то есть это 3 доллара 72 цента. Выставляем ордер и продолжаем наблюдать за рынком. По этому дня мы видим, что никаких существенных изменений на рынке не было. Рынок продолжил стоять достаточно на узком боковике. И мы заканчиваем нашу торговую сессию по-прежнему с четырьмя контрактами. Следующий торговый день у нас был вторник, 8 января. Начали мы его по-прежнему с четырьмя контрактами. За ночь никаких изменений не было. И видим, что рынок по-прежнему находится в этом узком боковике. Продолжаем наблюдать за рынком. Вместе с тем принимаем решение выставить ордер на продажу одного контракта. Выставляем его по цене 384. И выставляем еще один ордер на продажу следующего контракта. Его мы выставляем по цене 387,625. Наблюдаем за поведением рынка. И видим, что первой цели мы достигли. Мы продали один контракт. Принимаем решение поставить заявку на покупку одного контракта. Выставляем ордер по цене 380. После этого наблюдаем некое снижение рынка. Опять же, на мой взгляд, несущественное. И принимаем решение изменить, пододвинуть наш ордер. Поставите по цене 379,500. И наблюдаем, что ордер срабатывает. Мы покупаем очередной контракт на мини-кукурузу. Продолжаем наблюдать за рынком. Вместе с тем принимаем решение выставить контракт на продажу одного лота по цене 386,250. И таким образом наш торговый день заканчивается с портфелем из четырех контрактов. Следующий торговый день у нас среда, 9 января. Начиная мы его по-прежнему с четырьмя контрактами. За ночь никаких существенных изменений не было. И мы видим, что рынок немного подрос от последнего состояния. Но вместе с тем не очень существенно, находясь в неком широком боковике. Наблюдаем за поведением рынка. И вместе с тем принимаем решение выставить ордер на продажу по цене 382,500. Дальше, в низшем наблюдении мы видим, что наш ордер сработал. И мы продали один контракт. Продолжаем наблюдать за поведением рынка. Рынок по-прежнему гуляет в боковике. И таким образом торговый день у нас заканчивается с тремя лонговыми контрактами в портфеле. Следующий торговый день у нас был четверг, 10 января. Начали мы свой торговый день по-прежнему с тремя контрактами. За ночь никакие наши ордера не сработали. И видим, что начали мы его с существенного снижения. То есть наблюдаем импульс вниз. Продолжаем наблюдать за рынком. И торговый день этот у нас заканчивается по-прежнему с тремя контрактами в портфеле. Мы наблюдаем, что импульс наш тормозится и начинается небольшой боковик. Следующая торговая сессия у нас была пятница, 11 января. Открылся наш торговый день по-прежнему с тремя контрактами в портфеле. За ночь никаких изменений не было. Смотрим на рынок, наблюдаем, что он по-прежнему входит в боковике. Предшествующий этому импульс приостановился и рынок начинает пилить. Наблюдаем за поведением рынка. Вместе с тем принимаем решение выставить ордер, изменить наш ордер. Ордер, подвигаем его на цену 375. Также принимаем решение пододвинуть наш ордер на продажу поближе. Ставим его по цене 382,125. И наблюдаем за поведением рынка. Видим, это повтор слайда. И таким образом пятница у нас также заканчивается без изменений. По-прежнему у нас в портфеле 3 лонговых контракта. И наблюдаем, что рынок ходит в небольшом боковике в районе 378 центов за бушель. Заглянем на статистику на сайте МКЛ-5, где я зарегистрировал данный торговый счет. Географически можно отследить показатели торговли. На данный момент мы видим, что он демонстрирует нам доходность, по моему счету, в 6%. Также здесь можно в векторную диаграмму эффективности посмотреть, баланс, прирост средств. Но если есть у кого-то какие-то вопросы, также можете найти меня по скайпу или обратиться по электронной почте. Хорошо. Главаевич. Да, поняли вас. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Евгений из Питера спрашивает. Игорь, как вы будете управлять позой, если рынок сильно уйдет вниз против вашей позы? Игорь, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Остановить демонстрацию. Вы слышали вопрос, да, Евгения? Конечно, я слышал вопрос, как я буду управлять позой. Ну, во-первых, у меня есть некоторый лимит лонгового портфеля. Для себя я его определил в размере 5 контрактов. То есть, пока я наберу 5 контрактов, я стараюсь не брать на одном уровне, а максимально широко их размазывать. На текущий момент у меня в портфеле 3 лонговых контракта. Соответственно, в запасе по лимиту позиций есть 2 еще. И эти 2 я буду стараться брать как можно ниже. Вместе с тем, если так получится, что я возьму эти 2 контракта как можно ниже, получив лимит по позе в 5 контрактов, но рынок пойдет ниже, то мне придется уже определенным методом управлять позой и продавать эти контракты ниже. Возможно, продавать их придется и ниже средний, чтобы высвобождать лимиты для перезахода ниже. Но, естественно, я и входить последующими двумя, и выходить буду стараться так, чтобы покупать ниже средний, а продавать выше средний. Такая моя цель. Если же не получится, буду продавать ниже средний, чтобы высвобождать лимит для перезахода ниже. Вот в двух словах какова методика управления, если рынок пойдет против меня. Ясненько, поняли вас, Игорь, спасибо большое. Игорь, как у вас завершился прошлый год? Вы уже подсчитали все свои результаты? Мне интересно, вот итоговый. Как у меня завершило прошлый год? Как я ранее уже говорил, у меня есть на Америке счет в Interactive Brokers, где я, собственно, основную торговлю веду с целым наборов инструментов. Это фьючерсы на валюту, это фьючерсы на металлы, это фьючерсы на газ, это фьючерсы на зерновые. Там у меня доходность, на мой взгляд, вполне неплохая, 70% годовых. По России результаты не столь впечатляющие, с одной стороны, но с другой стороны я вышел плюс. 9 апреля меня очень сильно потрепал, по целому ряду счетов я ушел в хорошую просадку, и тот факт, что к Новому году я из нее вылез, я считаю, вполне хорошим результатом. Я понял, ясненько. Ну, а сейчас вы продолжаете торговать и на Interactive Brokers, и на России, и на счете AMP Global, который вы нам показываете. Да, совершенно верно. Сейчас я продолжаю активно торговать в Interactive, по-прежнему набор инструментов валюты, металлы, энергетикой, зерновые, и я продолжаю торговать на России. На России я торгую преимущественно опционами. Я понял вас. Ну что, я хочу сказать, 70% годовых валюты на американском рынке. Это прекрасный результат, но вас поздравляем с ним и желаем вам продолжения этой темы в текущем году. Спасибо большое за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо всем большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.